Теперь перейдем к студенческим новостям. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета 28 января провели свой первый матч после длительного зимнего перерыва в рамках Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Первый соперник в этом году – сборная Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. За противостоянием этих двух принципиальных соперников наблюдала наш корреспондент Диана Урядова и сейчас он подробно расскажет о ходах женского и мужского матча. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета уверенно заняли лидирующие позиции перед новогодними каникулами. Теперь же сборным КФУ предстояло встретиться с самым угрозным соперником – Павловской государственной академией физической культуры, спорта и туризма. Первыми на паркет академии вышли женские сборные. С самого начала матча Академия спорта ход игры берет под свой контроль. В течение всей четверти у баскетболисток Федерального университета не получалось наладить стабильность попадания, а их соперницы реализовывали практически все свои броски. В атаке Академия разыгрывала тактику «вход-пас-бросок», и они с легкостью набирали очки с быстрых мощных проходов. Первая четверть заканчивается за счетом 21-10. Во второй четверти обе команды начинают придавать игре особый темп. Игра стремительно переносится с одной части поля на другую. Перестав делать грубые ошибки, баскетболистки КФУ смогли переходить в атаку и забрасывать мячи в корзину. На большой перерыв команда уходит со счетом 39-30. Во второй половине Академия спорта сразу начинает зоны защиты. Первые две попытки вывести мяч у КФУ заканчиваются потерями. Девушки активно пытаются компенсировать свои неудачи. В их нападении начинают вводиться быстрые передачи и броски издалека. За реализацию бросков в трехочковой линии берется Дарья Ашгебесова. Она уверенно забрасывает сложные броски с дальних дистанций. Но передачи у КФУ не всегда бывают качественными. Пас через руки и легкий перехват. За эти простые ошибки Академия наказывает своими забитыми мячами. Счет 55-47. В заключительном игровом отрезке баскетболистки Академии начинают персонально опекать игроков Федерального университета. В сборной КФУ ничего не остается делать, кроме бросков не из самых выгодных позиций. Софья Латыпова берет игру в свои руки. Сначала забивает два очка с прохода, а после зарабатывает возможности пробития штрафных. Но это было недостаточно, чтобы ввести игру в овертайм. Концовка встречи проходит полностью под диктовкой Академии. 79-61. Первое поражение сборной КФУ в регулярном чемпионате. Академия – это безусловный фаворит нашего чемпионата, потому что это, во-первых, профильный гуз. Во-вторых, у них гораздо больше тренировок. Здесь поступают совсем другие люди, здесь именно спортсмены. Поэтому я считаю, что, в принципе, я доволен результатом, как мы сыграли. Да, мы играем каждый раз на победу, но все же бывают такие моменты, что игроки просто сильнее тебя. Такое случается. По традиции чемпионата, после женских команд на паркет выходят мужские сборные. Стартовая вбрасывание, выигрывают Академии и сразу бегут к кольцу соперника. Кирилл Попонин отправляет мяч в корзину федералов. Встреча сразу набирает обороты. Многочисленные фалы и броски с дальних дистанций. Ближе к середине первой четверти Академия ведет с разницей в 8 очков. Однако федералам удается изредка доносить мяч до кольца соперника и сокращать отставание. 19-13, всего 6 очков привезли игроки Академии в федеральном университете в первой четверти. Во второй четверти игроки Академии плотно встали в защиту. Это вызывало трудности у Куфу нападений. Игра от обороны принесла свою выгоду игрокам Академии. Подпуская близко кольцу своих соперников, защита уверенно пользовалась преимуществом в росте, отбирала мяч и стремительно убегала в контратаку. 45-31 на табло под конец первой половины игры. После перерыва игроки из Академии продолжают вести активную игру защиты. Федеральный университет решает перейти в игру все в нападения, но ни к чему хорошему это не приводит. Постоянные фолы в атаке от федерального университета дают баскетболистам Академии штрафные броски, которые те без проблем реализовывают. 7-6-47 преимущество Академии растет до 29 очков. В заключительные 10 минутки игроки Академии продолжают вести свою игру на площадке. Сборная КФУ, к сожалению, для болельщиков не смогла что-либо противопоставить соперникам и продолжала пропускать. С разгромным счетом 170-71 Академия спорта выигрывает встречу и выходит на первую срочку в таблице. Неудачный игровой день получился для сборных Федерального университета, но уже 4 февраля они попытаются исправить положение. Следующих соперник – Казанский государственный аграрный университет. И эта встреча наш телеканал покажет в прямом эфире. Диана Урядова, Наталья Жирнова, Неделя спорта.